привет друзьям на тему продолжения про маги рун сегодня речь пойдет что мы население серединного мира делаем не так будьте пожалуйста очень внимательны и это очень важно для всех по той простой причине всех касается например жил был иван иконечные фамилии иванов жил-тужил детей на рожал поднял вот и он ведет одним словом своей дорогой идет и учит свои детей так ребята землю пахать надо так ребята уток стрелять надо так ребята вот так вот так вот так человек стареет каждому человека давно жить середина мире аж 114 лет думайте столько среднестатистическая показывает что в россии мужики живут до 67 а там уже край давайте обсудим почему так почему возраст почти двое сократилось почему буквально все стали больными почему так почему почему учил 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 а вот внуки про 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 буду внуки ивана ивановича тоже стали как говорится мозгах ничего нету не верен ни к чему но все-таки что-то носят чему-то преклоняются но ребята иванович сверху думает были но хоть бы мое имя дали хоть бы сделали так хоть бы посетили на кладбище и так далее это моё фамилия не звучит середину мира спрашивая девайваныча идут его дети приходят иной мир имеется ввиду ругает он их там ну чё там почему не сделал почему столько долгов и так далее почему не научил их я же тебе научил всему научил почему не не дал понять человеку моему внуку такие слова сказать почему свое знание свои знания которые эти оставил потомкам почему не передал ладно извини батя ну чё учет вот поэтому ссорятся сверху ссорятся и приходит друг удар бац человек жил-жил-то жил ходил-ходил гулял гулял танцевал танцевал всякие гадости творил-творил и друг лежит спрашивается дайте мне волшебную таблетку я хочу жить я хочу трудиться если он умный хочу сберегательную кассу книжку дать кому-то оставлю свои три рубля вы представьте себе другой смертельный больно больны чего остается думать о прошлом будущего практически у вас нету врачи сказали полгода все на дальше уже фердик мы опрос к слову ребят но по идее на самом деле это так вдруг человек такой друг взрослый жизнерадостный до гуляет да ты дым с видым делает до ворует да но никто уже не знает уже никто не этого не замечает как будто это должно быть и так далее нет ребят над солнцем все равны солнце везде видит так и наши предки и так мы забыли но забыли про все про идею на развитие деле жили сколько-то лет забыли данными забыли что такое было какие-то семейные праздники забыли каким профессиям они владели забыли как рисовали забыли свое фамилия имя создателя вы помните про дедушку прабабушку наверняка многие нет про 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 сходили в архив посмотрели где они жили чем трудились знаете все ответы из этого вот я хвалю ребят из горных районов кавказ и они уважают предков старейшина сказал так и есть так и есть до сих пор так и учат своих сыновей вот соседи хазахстане то же самое старейшим уважают даже у нее есть пословица часто говорю про своих друзей ребята если я не то скажу поправите в комментариях хорошо но вот родился сын вырос отучился отслужился пора жениться молодой энергичный парень привел женщин девушку скажет и мама папа лов познакомьтесь моего папа с новогодом это мария наташа смята с традициями глубокими как так почему русская почему не хазачка почему-то уже это но выбор сына и так далее жена перечень отцу выбор сына надо пускай женится и так далее ну батя то не согласен душе по той простой причине его батя свое время отрицал много наташи мари а нужно гульнара я не знаю зарифа бота чтобы сохранить что традиции коренные вот этот отец молодец не сказал своему сыну сынок ты должен поступать так ты должен сделать вот так обязательно несмотря на что из этого получилось пословица фитирую мой друг марат если привезешь домой свою любимую девушку то она во первых самое главное она сначала должна любить нас только после этого тебя поймите правильно ребята это очень мудрые слова то есть это когда человек стареет пожилой не выгнали не выгнала она чтоб на улицу дом престарелых я не в этом брала из дома хозяйка понимаете вот восточная мудрость тоже касается ребят из кавказа молодцы ребята твердо держу предков не забывают закон закон у них совсем другой закон но и все законы приводят к чему стабильность прямой сказал как отрезал вот и все и у нас у народа саха тоже пытаемся всеми силами не забывать свой родной язык но уже уже из упущения среди племяшек среди моих родных дети уже не говорят на родном понимают типа опа особенно резкие наклоном на мат языки знают но остальное уже смотри телефонные дети мозги промыли и все это понимает родители прекрасно понимают что надо одеть в цехи встреча солнце самое высота солнце состояние что надо нарядиться что на добычай ладит он делать и так далее отец и мать знай а вот дети сожалению нет сожалению нет даже этим гордятся приходит что-то толпа людей ходит родители мамы я хочу мороженое мама я хочу домой мне жарко хочу в душ и так далее это ладно иди с бабушкой дедушка все оставить а мы сможем будем до утра тут гулять встретим солнце и так далее к сожалению это так ребята вот предкам мы забыли имеется ввиду весь мир не только мы но у нас население большинство городов республики мало мегаполиса нету в основном население республики составляет села поселки так что близко живем природой пару шагов пострелял уток вот чуть-чуть подальше походил поехал стоит там сахаты валишь обратно домой то же самое и рыбалка таких крутых заводов нету и не будет и не будет ребята по той простой причине солнце выходит от нас с якутии верхние аи смотрят и берегут и мы должны соблюдать соблюдать традиции предков это обязательно ребят ладно ты забыл язык ну боксу ты забыл о значении своей фамилии кто тебе зародил кто тебя породил на этом свете откуда ты чья линия от этого зависит очень очень многое приходит ребенок спрашивают особенно у пацанов скажи-ка мне пожалуйста не как тебя зовут скажи-ка мне пожалуйста имя отца еще лучше дедушки и бабушки моя бабушка кто-то кто-то отец кто-то кто-то дед вернее а ну понятно значит ты их внук хорошая линия хорошая семья молодец так и воспринимает этого молодого человека а сейчас что сейчас мой кто-то кто-то как же ты живы флешка мышка android iphone такие имена уже дают детям а потом бат думаем когда уже взятая когда уже сигнала нет это означает что вай фай роутер сдох интернета нет вокруг одни долги и ты сильно болен или твой ребенок или твои родственники и все думают сисе начинает искать волшебную таблетку помогите помогите я это истину узнал недавно и решил сразу поделиться чем истина чем правда мы забыли предков своих мы забыли как их звали какая у них была фамилия мы забыли и мы никогда не они не знали и не будем знать если бы если бы не сохранили свой язык свой язык вот редкий варенча а поссорились наверху и все назначаю наказание а там выше их еще реальные конкретные силы прям на солнце и они указывают ничего его львами кончится твой рот давай обратно душ забираю ты плохо научил своих извини дорогой время пришло твой рот кончается назначает пас и все середины мире чувак болеет ребята мне конец помогите чем сможете давайте на операции сколько-то миллионов давайте операции сколько-то миллиардов чтобы искать найти этого волшебную таблетку которого нету попросили 4 миллиона разделили 4 хирурга на телем для мляну чё-то мной парируем без обиды я говорю прямо и грубой извините все выживет наверх следующий комбейер тут скрывать ничего все знают а эти деньги то собрали 7 силу всем району всей республикой чтобы помочь им по идее сожалению это так это реальность ладно ну вот про 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 внук и варвар ничего лежит больной для тополя ну там что-то сделает поможет ну там чуточку пределят три четыре годика все почки все печень все пропил там заболел там лимония капец коронавирус еще тут перчик и так далее если женщина то уже ну никак не может заражать яичники и сдохли матка там и так далее так далее все 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 страшно подумать никому этого не желаю ребята это болезнь пришла откуда откуда человек граждается в середине мере дают тебе душу и это душа неважно девочки или мальчик человек встает начинает ходить после 8 лет отталкивается от матери уже выходит на большой мир вот как учит вера солнца ну так погрешно да и вот человек идет по жизни вот и конце концов кран закрывает и все начинает человек болеть то это то это всякие проблемы это то то а все почему про истинного про начального про единственное единственного человека который тебя зародил и оставил середину мире вы его забыли свои своих предков что они чем занимались вот и начинает проблемы именно со здоровья а вот когда человек рождается им дается как говорится грубо говоря на брости 1 и земляки два телохранителя они связаны они ходят по земле вместе с тобой но их не видать эти оберегают останавливают вот их называют а и они связаны с нижним миром назначено они ходят не летают ходят с отрядом предупреждают когда ты болеешь помогают связывается и все время смотрим на тебя ну что ты решил ну что ты решил а твои действия гуляешь все пока море по колено до конца я не в этом плохо там варюешь убиваешь как говорится тогда отворачивается один из а и все единировый ты я с тобой не работаю попросит отпуск и уйдет от тебя это называется по нашему кут у человека три духа три кута из нижнего мира борку середина мира не кут и верхняя мира солдин кут воздух человек становится большим взрослым что-то делает что-то творит творит а сверху твои предки смотрят и направляют иван ванеч почему твой сын внук тоже скажем так ваня не работает как ты шофером а пошел там стритизер нехорошо нехорошо и лишают человека возможности дальше развиваться там наверху спорят как бы что действует чтобы оставить потомков чтобы вместо потомков рождались те предки в серединном мире вот и говорят родился сын или дочь середина мире стал ходить о походку от деда говорит как дед смотри есть такое есть чтобы днк содержимое некоторая часть попала именно этого ребенка за это они борются там наверху но мы их не знаем и не хотим знать нам чихал на мальчицы или хороший фильм кока-колой больше ничего не надо владер не говоря уже плохие плохие вещах там наркотика круголь пиво девчонки немножко остановитесь сами посидите куда гребем то какую сторону никуда поэтому всякие болезни рождается каждый два года массовые такие это не создает их они судьбы а человеческое урок дело сатанистских скажем так вот а почему-то все не переболели все переболели буквально некоторые вообще не зародились этого супер губ и смертельного почему потому что предка берегают хотел зайти сюда там вируса ты не знаешь хотел зайти сюда летополя на этом магазине есть иди ты да а хорошо чуть ручку где двери не не трогал обратно ушел всякими манерами всякими знаками отталкивает от плохого чтобы ты жил середины мере и всегда благотворил предков твоих всегда поблагодарил предки свой додумал о них поблагодарю поблагодарил им все проблемы со здоровьем оттуда только и оттуда скажите чем докажешь откуда такое знание кто рассказал и так далее нет ребят знание сила человек образован высшим образованием это образование ну ладно умею считать молодец умеешь вписать правильно молодец а основное это знание жизни то кто учит предки а предки где не знает какого района города области какой страны когда жили кто такие никто не знает уже подзабыли нам важен iphone за 200 тысяч золотой нам важен крутая тачка не знаю за сколько то нам просто жизненно необходим ружье суперская нам обязательно нужен вертолет на халяву нам обязательно строго нужен что вашим карточку было 6 значение 10 значные цифра что почувствую себя там крутым ты сам не ли гулять как хочешь время придет у каждому свое и еще хорошее слово всему свое время немножко грубовато ребята признаюсь но хочется передать вам моим зрителям правду правду жизни то есть если соблюдать если соблюдать если ты знаешь свои корни ты выше неба поднимешься спокойно не маневрена именно прямо вот честен будь как человек где прямо своей дорогой то и предки за тобой наблюдают помогают твои предки не только твои предки хочешь изменить свой мир меняйся сам во первых ты смотри вокруг какой в каких трущобах ты живешь помойка правильно помойка не из проста пишут на заборе меняет валит мера на квартиру трехкомнат и все мы ругаемся жизнь плоха на букву г и так далее и все мы не замечаем что призываем эту букву г себе здесь у вас выходит что ты хочешь пожалуйста доставляют десятикратном размере хоть стократном размере не по уши уже по потолку не видно света на букву г будет что самое интересное человек если захочет чуть-чуть постарается он меняется меняется особенно в лучшую сторону они в худшую лучше всегда мы пошел пострелял поджег чему ты стал хорошим человек чтобы быть человеком меняйся сам зачем тебе трущобы когда можно его смести спокойно построить новый домик спокойно откуда такие деньги откуда я возьму такие деньги думай зачем тебе обязательно кредит зачем тебе обязательно ипотека надо выйти из своего ящика чтобы дальше войти думаете иначе самое главное благодарите этому дню благодарите предкам благодарите когда они услышат ваш сразу заметят не ваша вина что вы не знаете это вина ваших родителей дедов и так далее вот это который смотрит сегодня сейчас понял надеюсь понимаешь блин а кто мой прадед я не знаю план там молишь своему богу я не знаю но все-таки не забывай поблагодарить предков они тебя услышат придут во сне дара пацан дара показывается где-то не прямой а где-то в этого области глаза что нибудь какой-нибудь тень смотришь а это осмотр 4 есть 4 есть вот так вот если мы будем благодарны предкам они дадут все что угодно во первых здоровье вы будете здоровы а если человек здоровый идет дальше совершает хорошие поступки идет дальше и некоторые некоторые вопросы связано профессии многие люди тут ради зарплаты ради больших денег не по своей воле работает и терпит вот уже 20-40 лет мужчине какой-то закон за какого-то дядька или четко работает но у вас не замечает даже что у вас внутри 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 ген который 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 дам от предков если был вы будете знать а я вы знаете чем занимались твои игры а жужжень кузнец я и на этом пущай шофер лекарь и что угодно немножко в эту сторону художник певец немножко эту сторону своей деятельность внимание уделить поработал там пять часов вернулся домой до сна почитай нарисую через мастерии вот в это время в это время тебе уже будет накапано заметят заметят скажите спасибо цветком сверху как солью сыпется на не придут вдруг нарисуешь у песка и квартира как картину которой нету нигде и твоя душа и видение радует глаз шедевр посчитаешь а тот который просто нарисовал 9 классе музыкальной школе отличие большая ну тогда чуть инстаграме на сетей как всегда что мы любим делайте народ полайкает подумаешь ух ты вдруг если я там на несколько пойду нарисую людей чем не скажут они скажут хорошо за это ты будешь соответственно получать деньги а я оказывается художник ради бога твори мир своем мире от этого от этой работы каждый человек который душе предки положили это инстинкт и если твоя работа тебе нравится ты работаешь по своей воле и если ты делаешь это с удовольствием и деньги получаешь соответствующую выгоду правильном пути за это предки только молодец смотри мой паса где твой а мой бухая где-то там лежит вот так вот да сегодня разговор шел про предков которых не надо и никогда забывать и не надо им надо им всегда благодарить каждому дню по той простой причине прыгай наши ушли давно сверху смотрят а те которые рядом с тобой им говорят наказывает давай сделай так чтобы он не туда не пошел а именно туда пошел понял ложились и повлинулись хотел туда все таки туда поехал с тем самым жизненный шикл твоего родился не 60 по 90 человек пошло молодец и дальше 104 можно и чуть-чуть добавить и у каждого возраста есть свой момент ребенок от 0 до 81 и соответственно от 80 до 114 тоже иной период об этом поговорим потом а то вы устали смотреть на этой детьку надеюсь накапает сегодня ночью вашим если вы вспомните своих предков они рядом они везде они смотрят наблюдают вот так вот будьте людьми будьте здоровы я блан